Девушки отдыхают 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 В чем дело? Ты увидела привидение? Не обращай на нее внимания, идем Ракель 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 Эчибария Не может быть Осталось недолго Убийца Я тебя спрашиваю, черт возьми, зачем ты все рассказала Клаудии? Я просто сказала правду Она хорошая девушка и должна знать Но мы так не договаривались, София Ты вспомнил о наших договоренностях? Ты же сам нарушил их ради нее Это не правда, София Я просто хотел... Ты хотел бросить меня, Рензо Не отрицай Или, может, задумал убить... Убить меня, да? Хотел, чтобы я умерла Я знаю Ты разрушила мою жизнь, София За что? Больше года я был с тобой Знаю, мы были не идеальной парой Но ты была довольна Почему ты так поступила со мной? За что? За что? Я просто защищалась Ты предал меня Я согласилась на лечение, которое могло подождать А ты сразу побежал к своей невесте Но прошел целый год Год Разве я не заслужил минуты счастья? За целый год Тебе так плохо со мной? Конечно, плохо, София Это мука Я не был счастлив рядом с тобой Ни минуты Ты слышишь? Тогда поступи по-мужски и уходи Откуда ты возьмешь столько денег? Я познакомилась с благородной синьорой У нее есть деньги Ты будешь ее служанкой? На этом ты собираешься разбогатеть? Разумеется, нет Это не работа, это другое Тебе Оставят наследство за твои прекрасные глаза Выбирай выражение, Бенита Знаешь, я устал от загадок Лучше уходи Забудь обо мне Вычеркни меня из памяти Уходи, пожалуйста, уходи Иди Иди Черт возьми Спокойно, Лукреция, спокойно Этого не может быть Господи, не может быть Привидений не бывает Но она так похожа Копия Ее дочь Но у Ракель не было детей Разве что кто-то спасся, как Хосе Антонио О Господи Ракель Эльчевария жива Что-то случилось? Ты все утро молчишь Ничего Не обращай внимания Извини Милагрос, вот письма, ты должна подписать Так быстро? Черт возьми Выбираешь свадебное платье? Нет, я уже выбрала Просто листаю Тереза порекомендовала прекрасного модельера Уверена, он сделает все очень хорошо А ты не могла бы дать мне его имя и адрес? Конечно Вот его визитка Это надо видеть Ты о чем? Ни о чем Очень интересно Вы так подружились Поздравляю, чувствую, вы будете счастливы со своими мужьями Вот она Готово Кто-нибудь еще хочет кофе? Нет, дорогая, спасибо Я тоже не хочу, спасибо, Люсия Я отвезу документы в банк, а потом заеду за Сандрой в Мистраль Увидимся позже Удачи До свидания Наконец-то, я думала, он никогда не оставит нас в покое Ты права, София, я давно должен был уйти Я хотел отказаться от нашего соглашения, я больше не могу Подожди, подожди, куда ты? Куда ты? А тебе какая разница? Не уходи, Рензо Ничего не говори, София, теперь я понял, какая ты Не буду с тобой больше ни минуты Если ты сейчас уйдешь, то больше никогда не вернешься Я не приму тебя, даже если ты приползешь на коленях Не дождешься, София Прощай Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты выключила компьютер? Я не запомнил документ. Потому что ты обманщик. Там была всего одна строчка. Люсия, в чем дело? Ты не понимаешь? Я хочу. Любви. Так уже лучше, шеф. Теперь ты не сможешь сказать, что я плохая помощница. Наоборот. Если я спрошу, ты не обидишься? Спрашивай. Ты что-нибудь испытываешь к Мелисе? Не обижайся, я хочу поговорить откровенно. Как ты к ней относишься? Да, Люсия, я отношусь к Мелисе с огромной нежностью и огромной симпатией. И все? И все. Ты любишь ее? Нет. Это не любовь. Люблю я одну девушку, с которой познакомился чуть меньше года назад. В нее я влюблен без памяти. А как ее зовут? Ты хочешь знать ее имя? Да. Пожалуйста, скажи. Это ты, Люсия. Я люблю тебя. И с тех пор я все время работаю, работаю, работаю. Не преувеличивай. У тебя было время на Руси. Скажешь, это не так? Да, это правда. Знаешь, у вас очень странные отношения. Она избалованная, властная девушка, а ты очень нежный, чувствительный. Руси необычная девушка. Я понимаю, но вы как-то не подходите друг к другу. Ты скорее мог бы влюбиться в Макарену, например. А почему ты так думаешь? Не знаю. Чувствую, что между вами есть что-то. Она так смотрит на тебя. Ты ошибаешься, Мелисса. Мы с Макареной просто друзья. А почему она порвала со своим парнем? Не знаю. Спроси об этом у нее. Можно? Конечно. Черт возьми. Что за праздник? Я собираюсь на просмотр. Им нужна девушка для рекламы. Узнаю, что там. А можно с тобой? Мне нечего делать. А как же большой банкет? Сегодня мы отдыхаем. Я не хочу оставаться одна в этом доме. Ты кого-то боишься, Макарена? Никого. Ладно. Хуанита. Боюсь, что он придет и устроит сцену. Хорошо, идем. Но поторопись. Я не хочу опаздывать. Я спрашиваю, потому что мне не все равно, что с тобой. Не обижайся. Я не обижаюсь, Мелисса, потому что ты права. Ты права. В чем я права? Во всем, что касается Росси. Она гениальная девушка, нам хорошо вместе. Но я ее не люблю. Она этого не заслуживает. Понимаешь? Так ты любишь Макарену? Я не могу любить Макарен. Она невеста моего лучшего друга. Бывшая невеста, Себастьян. Бывшая. Я никому не хочу мешать. Разве это трудно понять? Ну, это же твое счастье. Иногда надо быть решительнее. Сделать трудный, болезненный, но неизбежный шаг. А вдруг все не так, как я думаю? Вспомни, мы тоже думали, что любим друг друга. У нас не сложилось по другим причинам, ты это знаешь. Давай не будем об этом. Представим, что мы не знаем ни об убийстве моей семьи, ни о мести, ни о чем другом. Ладно. А у тебя? Кто-нибудь есть? Ты влюблена? Нет. Но когда я узнала о Пабло и Люсии, то расстроилась. Ты все еще любишь его? Задета моя гордость. Ведь я пыталась его забыть, чтобы он стал священником. А теперь... А он бросил все ради моей сестры. Но она действительно любит его, правда? Хотя она ревнива и не уверена в себе. Да, я заметила. Ну, не беспокойся. Ей не нужно меня бояться. Год, Мартин. Целый год я ждала, как идиотка. Как ненормальная. Каждого звонка, каждой телеграммы. Мечтала поехать. Увидеть его. Как он мог? Лучше узнать теперь, чем потом, Клаудия. Рензо не стоит тебя. Ты права, не стоит. Я не должна была прощать его. Когда он бросил меня ради Фернанды... Хорошо, не буду плакать. Все. Не буду плакать. Не буду. Правильно, Клаудия. Рензо мой друг, но то, что он сделал, ужасно. Мартин, а ты знал что-нибудь? Он сказал тебе? Нет, я подозревал, но он мне ничего не сказал. Я пойду. Ты знал? Я уже сказала, Фернандо, это все, что я знаю. Подумай, как следует, Милагрос. Рензо не говорила, что собирается жить с Клаудией? Я не успела с ним поговорить. Почему это тебя так интересует? Я думала, между вами ничего нет. Ничего нет, правда. Но мы же еще муж и жена, понимаешь? А этот модельер, которого ты рекомендовала Сандре, действительно так хорош? Мне так показалось. Да, и Тереза давно его знает. Но... Собираюсь его навестить. Закажу роскошное платье на твою свадьбу. Может, даже найду себе кавалера? Да, конечно, иди. Возьми у Сандры адрес. Может быть, пойти прямо сейчас, потом вернусь. Иди. Я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алло. Алло. Это Синьора из Парка? Это Теодора. Теодора. Я ждала твоего звонка. Представьте, Синьора, я страдаю из-за этого несчастного Бенита. Он все еще с этой змеей Лукрецией? Да, он окончательно порвал со мной. Я в бешенстве. Я просто в бешенстве. Да, я чувствую, что ты расстроена. Это плохо. Хотелось бы поговорить с тобой. Ты можешь приехать? Вы серьезно, Синьора? Конечно. Когда у тебя выходной? Завтра. Значит, завтра. Я жду тебя в любое время. Я жду тебя. Конечно, я приду. Можете дать адрес? Да. Слушаю. Да, конечно, знаю. Что ты здесь делаешь? С кем говоришь? Договорились. До свидания. Я тебя спрашиваю, с кем ты говорила? Это не ваше дело. Извините. Мерзавка. Посмотрим, что будет, когда я возьму власть в свои руки. Позови Бенита. Мне нужно срочно с ним поговорить. Если хотите поговорить с Бенита, позовите его сами. Я вам не девочка, а на побегушках. Наглая дрянь. Алло. Добрый день, убийца. Как ты? Ракель. Это ты. Не мучай меня. Чего ты хочешь? Осталось недолго. Убийца. Ракель. Она жива. Нет сомнений. Это она. Теодора, ты же сильная женщина. А страдаешь из-за такого идиота, как Бенита? Теодора, забудь об этом наглеце. Мы пытались предупредить тебя. Еще не поздно, Теодора. Бенита плохой человек. Я знаю, Маргарита, я знаю. Но... Я люблю его. Не могу без него. Люблю всем сердцем. Теодорита, ты ведь уже не маленькая. Это хорошо для Макарены или Росси. Больнее всего, что он изменил мне с синьорой Лукрецией. Теодора, как ты можешь такое подумать? Я сомневаюсь, что между ними что-то есть. Это все твои домыслы. Пойми это. Нет, Палома, это правда. Эта ведьма только что сказала, что опять хочет его видеть. О чем они говорят? О чем они шепчутся везде? Замышляют какое-нибудь темное дело. Наверняка. Нет, они любовники. Синьора Лукреция без ума от Бенита. А если электричество? Такое случается. Залезаешь в душ, короткое замыкание и все. Бенита. Синьора, в чем дело? Я как раз планирую убийство Хосе Антонио. Забудь, ты об этом несчастном. Я только что узнала о самом худшем. Что случилось, синьора? Забудь обо всем, Бенита. Никаких заказов, никаких убийств. Но почему? Ведь я уже потратился. Забудь обо всем, я тебе говорю. Как раз тогда, когда у меня появилась блестящая идея. Рензо. Он вернулся. Привет. А я думала, ты в клинике. Так сказал мне Рензо. Я вернулась раньше срока. Хотела поговорить с ним. Можно? Рензо должен подписать кое-какие бумаги для развода. Рензо, нет. Он вышел. Вам плохо? Вы так бледны? Вы плакали. София, вы поссорились с Рензо? Он ушел к Клауде и своей невесте. Мы порвали с ним окончательно. Очень жаль. Я могу что-нибудь сделать для вас? Нет. Нет, спасибо. Оставьте меня. Не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии. Хорошо. Мне очень жаль. Хорошо. Хорошо. Компания Мистраль, добрый день. Попросите, пожалуйста, доктора Беллида. Пожалуйста. Кто его спрашивает? София Камина. Я его клиентка. Минутку. Его телефон занят, но я скажу ему лично. Сейчас, секундочку. Спасибо. Извините, сеньор Жуарда. Да. Вам звонят некая сеньора София Камина? Да, да. Спасибо. А мне все еще не отвечают со станции. Сандра. Можешь отменить этот разговор? Я позже им перезвоню. Хорошо. Спасибо. Алло, София? Да, как дела? Когда? Как? Тебе что-нибудь нужно? Нет, нет. Кажется, Жуарда позвонили по личному делу, поэтому я оставила его одного. Все в порядке? Личная жизнь я имею в виду. Очень хорошо. Правда, Хосе Антонио немножко печален. Это из-за сына. А что такое? Можешь себе представить. Он все время думает о нем. Милагрос, может быть, ты позволишь, чтобы он иногда видел ребенка? Раз в неделю или каждые 15 дней? Нет, Сандра. Так будет лучше, поверь. Я понимаю. Напрямую это меня не касается. У вас когда-то были проблемы, но ведь ребенок не виноват. Это не для того, чтобы мучить Хосе Антонио, Сандра. Правда. Я делаю это ради моего сына. Не хочу, чтобы у него в голове была путаница. Добрый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет, дорогой. Можно украсть ее на минутку? Хочу кое-что показать. Можешь показать здесь? Я ухожу. Нет, нет, это что-то большое. Сюрприз. Какой? Увидишь, увидишь. Конечно, идите. Все равно время обеда. Спасибо. Клаудия. Клаудия, ты должна выслушать меня. Нам не о чем говорить, Рензо. Клаудия, не осуждай меня, не выслушав. Что ты мне скажешь? Опять ложь? Что тебя заставили, Рензо? Ты жалок. Клаудия. Цинник. Клаудия, Клаудия, нет. Я не сдвинусь с места, пока ты меня не выслушаешь. Прошу тебя. Красивый, правда? Да, красивый сервиз. Косе Антонио понравится. Тяжелый? Сама попробую. Выпьем что-нибудь? Я бы с удовольствием, но мне нужно провожать Хуанита. Понимаю. Рад был увидеть тебя, Мелисса. Я тоже. Пока. Пока, удачи. Спасибо. Привет. Я вернулась. Есть новости? Никаких. С модельером все в порядке? С модельером? А, да-да. Тебе понравилась его коллекция тканей из Нью-Йорка? Не буду врать, сестренка. Я не была у модельера. Я так и подумала. Я ходила к Рензо. Крензо? Зачем? Признаюсь, я все еще испытываю к нему кое-какие чувства. Хотела увидеться, но все напрасно. Этого можно было ожидать Фернандо. Скорее всего, он у Клаудии. Да, наверное, у Клаудии. Клаудия, Клаудия, я сделал это ради нас, ради тебя, Клаудия. Ради меня? Ты говоришь, ради меня? Клаудия, послушай. Ради меня тоже, ради нашего будущего. Уходи, Рензо. Не хочу видеть тебя. Уходи. Оставь меня в покое. Уходи. Нет, нет. Я сделал это ради нас, ради наших детей. Господи, какой же ты негодяй, Рензо. Оставь меня в покое. Оставь. Пока не смотри, не смотри. Хасан Тонио, можно? Не смотри. Я упаду. Раз. Два. Три. Тебе нравится? Ты купил это? Конечно, нет. Сначала надо посмотреть. Я просто зашел, и мне очень понравилось. А тебе нравится? Да, прекрасно, но... Мы должны жить как настоящая семья. Это для нас, для наших детей, для того, чтобы принимать наших друзей. Здесь мы состаримся вместе. Мы же не можем жить все время в доме Павла. Это ты состаришься, а я всю жизнь буду молодой. Хорошо. Если мы будем вместе, я готов состариться за двоих. Ну что, встретимся с продавцом? Хорошо. Но не слишком ли дорого, дорогой? Конечно, за то, что мы спросим, денег платить не нужно. Но если будет слишком дорого, ничего, я могу жить с тобой где угодно. Ладно, пора обедать, а то нас ждут Люсия и Павла. Боже, как поздно. Отвези меня в Мистраль, я съем сэндвич и все. У меня куча работы. Ладно. Я против, но отвезу. Привет. Здравствуй. Можно войти? Как ты? Нормально. Я рад, что уезжаю подальше от Макарены. Что случилось? Почему вы поссорились? Это секрет? Она... Она сказала, что не хочет выходить за меня, потому что не любит меня. Вот и все. Но должна быть какая-то причина. Одна. Но веская. Она меня не любит. Разлюбила. Мне очень жаль. Не беспокойся. В Штатах полно красивых американок. Кого-нибудь найду. Развлекусь. Ты... очень любишь Макарену. Ничего пройдет. А как у тебя с Росси? Нормально. Не вздумай ее обидеть. Моя сестра хоть и сумасшедшая, но чувствительная. И очень любит тебя. Если ты поступишь с ней так, как со мной Макарена, обещаю, пожалеешь. Это серьезно. Может, на минутку зайдем в комнату? О чем ты думаешь? Секрет. Привет. Здравствуй, Мелисса. Привет. has. А. Мелисса. Девушки отдыхают 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 Больше года. Дорогой, я просто явнивая идиотка. Да. Привет, привет. Чем занята молодежь? Здравствуй, дядя. Как дела, Себастьян, сынок? Старик. Я думал, ты не придешь. Сложная операция, извини, больное сердце. Но все уже сделано, и я здесь. Ты готов? Готов и жажда уехать. Хорошо. Ты нас проводишь, Себас. Я бы хотел, но не могу. У меня еще дела. Пока, приятель. Не забудь. Береги эту сумасшедшую. Хоть и тяжело терпеть ее выходки. Едем, ребята. Едем. Я приехал, как только узнал. Как ты? Ничего хорошего. София. Расскажи, что случилось? В чем дело? Я же сказала по телефону. Он бросил меня. Так просто, без всяких объяснений. Он меня не любил. Ему надоело. Еще один, пожалуйста. Я же только что тебя налил. Еще один, пожалуйста. Конечно же, тебе успеют шить платье за четыре недели, Миландрис. Вдруг оно мне не подойдет? В конце недели слетаем в Париж и решим вопрос. Ты же миллионерша. Когда ты осознаешь это? Можно? Конечно, дорогой. Проходи. Вот, обдумываем вашу свадьбу. Надеюсь, никаких неприятных сюрпризов. Все в порядке. Фернандо, извини. Тебе звонят Рен за малотеста. Наконец-то он позвонил. Алло. Мне плохо, Фернандо. Клаудия обо всем узнала? И не хочет знать меня. Можешь приехать в бар Густава? Ну, как она узнала? Ты можешь приехать, Фернандо? Хорошо, сейчас приеду. Что-то случилось? Рен за поругался с Клаудией, кажется, очень расстроен. Мне нужно уйти, можно? Да, конечно. Кажется, она все еще любит его. Не думаю. По крайней мере, надеюсь, что нет. Почему ты так говоришь? Не думаю, что Рензо и Фернандо подходят друг к другу. Спокойно, шеф, я чист. Я должен проверить, порядок есть порядок. Открой чемодан. Смотри. Можешь подойти к нему. Черт возьми, Ягуар. С такой ведь сестрой и я взялся бы за нож. Сеньорита, не могли бы вы мне дать стакан воды? Сейчас. А что это за одежда? Что это за одежда? Это одежда для него, шеф. Вы же не думаете, что он в халате может выйти на улицу? На улицу? Тихо, тихо. Помоги мне, толстяк. Ну? Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, толстяк, как я? Немного бледноват, но вид респектабельный. Твои стоны возбуждают меня. А желания хоть отбавляй. Идем, Ягуар. Подожди, толстяк, я должен попрощаться как джентльмен. Спасибо, красавица, ты спасла мне жизнь. Идем. Подожди, выйди посмотри. Никого нет? Идем быстрее. Идем. Прощайте. На, расставь это. Хосе, мне кое-что нужно сказать тебе. Что, ты хочешь есть? Сейчас будем обедать. Нет, я перекусилась с Себастьяном. Мне кажется, я мешаю всем. Нет смысла оставаться здесь, если квартира мамы свободна. Как ты думаешь? Не думай об этом. Ты здесь никому не мешаешь, Мелисса. Мне здесь не очень комфортно. Я привыкла жить одна. Но, конечно, буду приходить к тебе каждый день. У тебя есть ключи? Я зайду к хозяйке и возьму. Нет, нет, секунду. Кажется, у меня есть еще один ключ в комнате. Мелисса, это из-за нас? Нет, конечно, нет. Так будет лучше. Правда. Я привыкла жить одна. А здесь очень тесно. Помочь тебе перевезти чемодан? Нет, спасибо, Люсия. У меня мало вещей. Но ты же не поедешь прямо сейчас, да? Так будет лучше, поверь. Вам же нужно работать. Я еще должна перевести в порядок мамину квартиру. Последнее, приятель. Я сам знаю, налей мне еще. Рензо, Густаво, мне то же самое. Хорошо. Но как она узнала? Только не говори, что ты ей сказал. Что с тобой, дорогой, о чем ты думаешь? Ни о чем. Меня удивило поведение Мелиссы, она так неожиданно уехала. Она узнала, что ты готовил, и решила спасти свою жизнь. Очень вкусно, дорогой, не обращай на него внимания. Я знал, что любовь ослепляет, но в данном случае она даже лишает человека вкуса. Если будешь насмехаться, я расскажу, как ты готовил спагетти а-ля Вилсон в пляжном домике, помнишь? Было вкусно. Он все перепутал. Если расскажешь, останешься без сладкого. Расскажи, дорогой, расскажи. Мелисса? Мама? Что ты здесь делаешь? А ты что? Зачем ты вернулась? Чтобы увидеть Хосе, а ты? Чтобы завершить то, что начала. Ты имеешь в виду, совершенно верно, мою месть. Ты опять за свое. Ты больна. Ты не можешь больше жить нормально. Этого я и хочу. Нормально жить. Но сначала хочу отомстить. Сколько это еще будет продолжаться? Зачем я спрашивала? Лучше я пойду. Ты меня не выносишь. Если бы Хосе Антонио рассказал тебе все, ты поняла бы меня. Но он рассказал только часть. А что он мне не рассказал? То, что касается тебя. Ты лжешь. Чтобы оправдаться. Хосе рассказал мне все. Знаешь, я не хочу тебя видеть. Ты больна. Считай, что мы никогда не разговаривали. Хосе Антонио не рассказал тебе все, чтобы ты не страдала. А ты готова рассказать мне все? Идем. 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 Тихо, тихо. Тихо, спокойно. Теперь посмотри туда. Здесь больно? Нет. А тут? Тоже нет. Все в порядке? Шейный позвонок немного зажат, но это можно исправить. Интересно, как? Мартин. Извините, я не знал, что ты здесь, Мартин. Что ты сказала? То, что слышала, Мелисса. Твой отец не Джон Вилсон. Твой отец убийца. И насильник. Человек, который убил моих родителей, моего брата. Его детей. Этот мерзавец, твой отец. Фильм, переведенный и озвучен в студии «Семья от Адая» по заказу компании «Интро Коммуникейшнс» 2001 год. Твой отец. Твой отец. Экрип音. Субтитры сделал DimaTorzok